Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек и практикующий косметолог. И сегодня мы с вами поговорим о красоте рук. Все прекрасно знают, что руки в первую очередь выдают возраст. На это влияет не только состояние кожи и подкожно-жировой клетчатки, но также подвижность суставов и состояние мышц. Руки в течение дня устают, мышцы напрягаются, кожа на них краснеет и шелушится. Также частое мытье рук и антисептики усугубляют ситуацию. Как ухаживать за кожей рук дома? Прежде всего это использовать крем для рук после каждого мытья. Также солевые ванны помогут снять напряжение с рук. Для этого можно использовать любую ароматическую соль. И, конечно, массаж рук. Если его выполнять регулярно, это вернет кожу эластичность и снимет напряжение. Прежде чем приступить к массажу, покажу вам несколько упражнений, которые помогут снять напряжение с кистей рук, накопившееся в течение дня. Поставим руки перед собой, плотно сжав ладони. Плотно прижимая ладони, нужно попытаться развести кончики пальцев рук. Остаться в этом положении на несколько секунд. Далее, также плотно прижимая ладони, прикасаясь пальцами друг к другу, нужно развести основание ладоней и также задержаться в этом положении на несколько секунд. Если у вас немеют пальцы или они постоянно холодные, из этого же положения можно соединять каждый пальчик между собой и сделать несколько переборов. Это упражнение поможет не только улучшить кровообращение и вернет чувствительность пальцев, но также позволит вернуть вам ваше внимание в течение дня. Эти простые упражнения можно делать в любое время неограниченное количество раз. Дальше мы приступим к массажу. Прежде чем делать массаж, руки нужно помыть и хорошо очистить кожу. Массаж кистей и рук не занимает много времени, но в домашних условиях его можно превратить в полноценную спа-процедуру. Для этого хочу вам предложить гель-скраб энергии обновления из нашей линии по телу. Активные компоненты скраба помогут улучшить кровообращение, а также хорошо отшлифуют кожу. Возьмите небольшую дозу скраба и распределите его по ладоням. Если есть заусеницы, можно слегка помассировать эти места. Остатки скраба можно смыть водой под краном или удалить при помощи влажной салфетки. Прежде чем приступить к массажу, нанесите на кожу ваш любимый крем. Крем с церамидами и пребиотиками специально был разработан для ухода за кожей рук и кутикулой. Для дополнительного эффекта можно использовать вашу любимую сыворотку для лица. Например, интенсив омоложение, а если кожа склонна к заусеницам или потрескалась, гель интенсив регенерация. Наносим небольшую дозу крема и аккуратно распределяем на руки. Кисть левой руки поворачиваем ладонью вверх, правой рукой обнимаем свою ладошку, большим пальцем очерчиваем на ней восьмерки. Слегка надавливая и захватывая подушечки ладони у основания пальцев. Движение должно быть интенсивным, но не болезненным. Выполните эти движения 10 раз. Далее переворачиваем руку. И большим и указательным пальцем захватываем палец снизу и сверху. Большой палец будет сверху. Делаем разминающие движения вдоль всего пальца. А потом возвращаемся движением, как будто вы одеваете перчатку. И так делаем с каждым пальцем. И не забывайте про большой палец. После этого промассировать подушечки всех пальцев. Движение должно быть интенсивное, но не очень болезненное. Завершаем массаж заглаживающими движениями от начала роста пальцев. Тремя пальцами противоположной руки вдоль всей ладони до запястья. Все движения нужно повторить также на второй руке. Завершить процедуру можно маской для рук. Для этого подойдут любые астматические маски, в том числе и альгинатные или кремовые маски. Я предлагаю вам надеть хлопковые перчатки и оставить их на всю ночь. Рекомендую делать такую процедуру регулярно. Хотя бы раз в неделю. Ну а на сегодня у нас все. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.